С 1 января 2019 года в СИУ вступили изменения пенсионного законодательства, которые внесены 350-м федеральным законом о 3 октября 2018 года, закрепляющие возраст выхода на пенсию с учетом переходного положения для мужчин в 65 лет и 60 лет для женщин. В то же время, начиная с текущего года, введены и новые основания назначения пенсии раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Так, женщинам, выработавшим 37 лет стажа, и мужчинам, выработавшим 42 года стажа, предоставлено право выхода на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При подсчете указанным лицам страхового стажа учитывается только трудовая деятельность застрахованного лица. Иные периоды, предусмотренные законодательством для зачета страховой стаж на общих основаниях, это периоды ухода за детьми до полутора лет, периоды ухода за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и иные периоды не учитываются. Отдельное положение закона предполагает более ранний выход на пенсию для многодетных матерей. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, право на досрочную пенсию по действующему законодательству будут иметь матери, родившие троих детей. Они могут выйти на досрочную пенсию в 57 лет, а матери, родившие четверых детей в 56 лет с учетом переходных положений. Основными требованиями для выхода по данному основанию на пенсию является наличие не менее 15 лет страхового стажа, необходимых пенсионных баллов и воспитания детей до 8-летнего возраста. Напоминаем, что увеличение пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный период будет длиться в течение 10 лет до 2028 года. Ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на 1 год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие 2 года, возрастной порог снижается на полгода. То есть те, кто должен выйти на пенсию в 2019 году, выйдут на пенсию позже на полгода. А те, которые в 2020 году выйдут на пенсию позже на полтора года, а не на два года. Для предварительного определения права на указанные виды пенсии застрахованным лицам необходимо обращаться в управление пенсионного фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, иные документы, подтверждающие страховой стаж, свидетельства о рождении детей, документы об образовании.